Экономические сообщества писали еще, по-моему, в этот советский период, в тот период советский еще до 90-х годов, и сейчас мы являемся свидетелями Брексита, много копий сломано, и как вам видится этот процесс? Потому что многие уже заговорили о том, что европейская интеграция в том виде дышит наладом, приближается к своему логическому концу, что интеграция выдыхается. Что думают ученые по этому поводу? Есть точка зрения, которая на сегодняшний день присутствует во многих трудах и в особенности в такой журналистской, может быть, среде или близко к ним стоящих в публицистической литературе о том, что глубокая политическая проблема, она приводит к разрушению того, может быть, привычного мира и того привычного организационного объединения, как Европейский Союз, вот, например, в связи с Брекситом. Это действительно проблема, проблемная ситуация. Ну вот, в Европе, в самой Европе, в Германии, с которой я очень много работаю, немало институтов под названием Институт европейской политики, Академия Европейских исследований, Европейская академия, Институт европейских исследований, анализа и так далее. И практически вот в Дерлине несколько таких институтов, академий в любой земле. В Германии, вот, европейское присутствие, оно есть и в любом университете. То есть, курсы специальные по европейстике, по европейской интеграции, по Европейскому Союзу отдельно, по европейскому праву отдельно совершенно. Европейские академии, они создаются и создавались в свое время вместе с вот этим вот объединением, Европейским Союзом. То есть, в начале 50-х, когда пошло сближение Германии и Франции, вот эти две страны, может быть, они наиболее активно предложили и выступили соорганизаторами. Имеется в виду организаторами не только научными, но и практическими по изучению вообще всего процесса интеграции.